Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость связана с применением соглашений об избежании двойного налогоблажения. Именно данному вопросу посвящены письма Минфина, реквизиты которых вы видите. В данном случае этими письмами затрагиваются отдельные аспекты применения соглашений. Так вот, первое письмо, оно было связано с возможностью применения соглашения об избежании двойного налогоблажения в отношении упрощенной системы налогоблажения. Ну, на самом деле, не совсем понятно, как налогоплательщик, который задавал этот вопрос, хотел применять соответствующую конвенцию, но, тем не менее, Минфин на этот вопрос ответил. Анализируя данный вопрос, Минфин, исходя из содержания конвенции, а в данном случае речь шла о конвенции с Грецией, было указано Минфином о том, что конвенция распространяется на налоги на доходы и на имущественные налоги. Кроме того, в соответствующей статье в конвенции указывалось, что конвенция распространяется и на аналогичные налоги. То есть, налоги, которые схожи с налогом на доход, либо с налогом на имущество. Анализируя же содержание упрощенной системы налогоблажения, Минфин указывает на то, что в данном случае отнести УСН к налогу на доход, либо к налогу на имущество нельзя. Это некий специфический налог, и в связи с этим, соответственно, конвенция об избежании двойного налогоблажения не распространяется на соответствующую упрощенную систему. Несмотря на то, что данный вопрос рассматривался именно применительно к конвенции с Грецией, следует заметить, что аналогичные положения, которые содержатся в конвенции с Грецией, содержатся и в других соглашениях. Поэтому этот вывод, он в полной мере может применяться и к другим соглашениям об избежании двойного налогоблажения. Но здесь, кстати, Минфин сделал также ремарку о том, что глава 26.2, которая регулирует УСН, не содержит какой-то особой статьи по устранению двойного налогоблажения. Следующий интересный вопрос связан с применением льготных ставок в том случае, если их применение зависит от доли участия соответствующего лица. В данном случае речь шла о немецкой компании и о применении соглашения с Германией. Здесь специфика заключается в том, что произошла реорганизация российского общества, и возник вопрос, как применять соответствующее положение конвенции. Так вот, Минфин указал на то, что в результате реорганизации образовалось новое лицо, и поэтому определять размер доли участия немецкой компании следует с момента государственной регистрации. При этом, как указал Минфин, в том случае, если размер, стоимость доли будет менее суммы, которая указывается в конвенции, то в этом случае льготную ставку, пониженную, точнее, ставку применять будет нельзя. Соответственно, данный вывод может быть применен налогоплательщиками и к другим конвенциям, в том случае, если содержание этих конвенций схоже с конвенцией, которая заключена с Германией. Ну и в целом необходимо учитывать данные письма. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.